Острый бургер из говядины. Петушара, пшел отсюда! Офигеть! Точно остро! Сделай остро что угодно только в Бургер Кинг. Их отношениям завидовали миллионы. Самое счастливое. У меня любимый муж. У меня есть семья, и это потрясающе. Это самое важное. Но все изменилось, как только у кого-то глаз стал косить налево. Ты себе не представляешь, какие проклятия я получаю в социальных сетях от ее поклонников. Одни обвиняют в изменах мужскую природу. Мужчины чаще изменяют, это же понятно. Ну, если можно инстинктивно как-то, может быть, да. Я это говорю, да. А другие утверждают, налево ходят все, без исключения. Ты плохо знаешь статистику, потому что по статистике женщины любви обильны. Полигамны абсолютно все. И изменяют тоже абсолютно все. Клялся, божился и снова за старое. Ну, прости меня, накосячил. Я больше так не буду, обещаю. Что на самом деле происходит в семье Джигана и Оксаны Самойловой? Ну, он пишет альбомы, а маленькие дети еще слишком маленькие. А нас ждут. Ну, это уже в прошлом. Я скажу, что ты будешь семьей. С чистого листа. Как Татьяне Булановой удалось пережить супружескую измену и начать жизнь заново? Я решила, что я не хочу, наверное, просто, ну, и не могу, наверное, с человеком поддерживать дальше какое-то отношение. Вам письмо. Интимное видео, интимное фото, переписки с этим, переписки с тем. За какую роковую ошибку Ольге Бузовой пришлось заплатить собственным бракам? Я и скромная, и откровенная. Я и сильная, и параллельно очень слабая. Откровение Леры Кудрявцевой. Правда ли, что она изменила Сергею Лазареву? Я влюбилась. Ну, да, я не говорила. Блин, а я боялась ему сказать, на самом деле. Из-за чего распалась одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Кудрявцева, прости, что я испортила тебе жизнь. Снова свободна. Почему Лолита меняет ухажеров, как перчатки? Одним меньше, одним больше. Будет следующий. Я тоже не святая. Бьются стеклами вовнутрь. Я сняла розовые очки. Почему Ксения Бородина 6 лет жила с тем, кто наставлял ей рога? Ну, настает момент, когда ты встречаешь то самое, и эта полигамность уходит на второй план. Понять и простить. Про измены, как она это вынесла, я не знаю. Я вообще сама человек свободолюбивый. И я говорю об этом каждый раз. Почему свобода едва не разрушила брак Леонида Агутина и Анжелики Варум? Была же провокация у него в Риге. Когда девочка подошла и его... Сразу, прям сходу. Наши папарацци, фотографы снимали, как он целуется с девушками. Как певцу удалось склеить разбитую чашку? В 25 вы думаете так, а в 45 немножко по-другому. В 25 у вас так. Вот никогда! Вот если вот это, то ни за что. Вот. А потом, оказывается, столько компромиссов в жизни таких, что ни от чего зарекаться не имеет смысла. Зачем супруги бегают друг от друга на сторону? И кто они, самые неисправимые звездные ходоки? Смотрите в документальном расследовании на измене. При любодеи шоу-биза. Я тебе даю слово, что я буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Прости меня. Я тебя очень сильно люблю. И буду любить вечно. Ну, как не растрогаться после таких слов? Но говорить можно одно, а делать совсем другое. Наши уже ждут. Ну, это уже в прошлом. Я скажу, что ты будешь семьей. Интересно, каково было смотреть этот прямой эфир джига на его жене Оксане Самойловой? Казалось бы, у пары есть все слагаемые образцового брака. Четверо детей. Пам, это тебе. Я сел. Это свертвой тарелка. Папа уже победила. Бесконечные отпуска. Еще один прекрасный день в копилочку. И денежный достаток. По информации журналистов, рэпер за один только месяц зарабатывает 5 миллионов рублей. Все свое в дом, да. Ну, а его супруга, если верить в СМИ, так и вовсе без пяти минут миллиардерша. Оксана Самойлова заработала почти один миллиард рублей на косметике. Но в сказке про долго и счастливо есть и печальные страницы. Я просто не хочу просыпаться в этот мир. Три года назад, в феврале 2020-го, джиган устроил загул в Майами и попал в реабилитационную клинику. Но это полбеды. Самойлова изливала душу на своей страничке в интернете. Она выяснила, что муж ей изменяет. Перед тем, как Джига залетел в больницу, в интернете появилось видео, как он веселится в компании красоток. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны. А я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Разговор о том, что Джига и еще тот ходок действительно циркулировали в шоу-бизнесе. Вот еще одно видео. Человек, похожий на джигана, облизывает ногу девушке. Рэпер заявлял, это подстава. Просто завистники хотят скомпрометировать его перед супругой. Я никогда не был лавеласом. Да, было в моей жизни много женщин, да, девушек. Но так, чтобы я был заморочен на этом, нет. Большой совет для многих, не обращайте внимания на сплетни и вообще. Главное, уважать друг друга и все, не обижать. И любить по-настоящему. И действительно так убедительно говорит? Ну, как не поверить. Видимо, после ситуации в Майами Денис Устеменко-Вайнштейн тоже нашел, что сказать, чтобы жена передумала с ним разводиться. В то время, как адвокат Самойловой отбивался от журналистов у здания суда. Я не даю комментариев, это частная жизнь. Они же не будут. Извините. Джига пилил умилительный контент. Я люблю ее. Вот ее. Ну что, пришлось замаливать грешки. Развод отменился. Видимо, чтобы закрепить отношения, Оксана и Джига повторно сыграли свадьбу. Пир на весь мир транслировали 16 телекамер и наблюдала 7 миллионов пар глаз. Объявляем вас мужем и женой. Затем было свадебное путешествие на Маврикии. И вот по возвращении на родину влюбленные перестали выкладывать в социальные сети совместные фото. Тревожный звоночек. Все ждут от меня каких-то пояснений, разъяснений ситуации. Но я, честно говоря, пока что вообще не готова об этом говорить. Неужели Джига снова наступил на те же грабли? СМИ сообщают, якобы Денис тайно общается с любовницей. Не смог сохранить верность? Переписку Джигана с новой пассией слили в сеть. Что ж, почитаем. С виду никаких непристойностей. Даже флиртом это не назовешь. Доброй ночи. И тебе. Я тоже спать. Завтра утром на спорт и пробежку. Приезжай позаниматься со мной. Денис уверяет, он такого не писал. Во-первых, это галимый фотошоп. Во-вторых, я не хожу на пробежку утром. Более того, у меня ее вообще не бывает. И жена об этом знает. Но тогда за что он снова извиняется перед Оксаной? Ну прости меня, накосячил. Я больше так не буду. Обещаю. Что Джига имеет в виду? Неужели все тот же случай в Майами? Или успел начудить что-то новое? И если музыкант и впрямь такой неисправимый, то в чем причина? Череда сексуальных побед, она, как правило, продиктована внутренней большой-большой неуверенностью в себе. Люди, которые имеют заниженную самооценку, они пытаются самоутвердиться таким образом. Каждый раз они пытаются доказать себе, что их любят, что они прекрасны. Мужчины часто очень это делают для того, чтобы самоутвердиться. Это такая, знаешь, мужская игра. Я тебя завалил, значит, я тебя победил. Это что-то, что требует работы с психологом. Может быть, Джиган и впрямь проработал проблемы со специалистом? Ведь самые обсуждаемые расставашки нашего шоу-биза снова вместе, снова рядом. Мы помирились. От нас все хорошо. Мы не идеальные. Но мы вместе. Оксана дала мужу очередной шанс. Но что, если эту проблему можно было решить до того, как она приобрела такие масштабы? Реально ли пресечь неверность в самом зачатке? Как понять, что тебе собираются изменить или уже изменяют? И почему даже прилежный семьянин может оказаться настоящим ходоком? Итак, вы подозреваете, что ваша вторая половина наставляет вам рога. Как это проверить? Есть три варианта. Первый вариант. Не проверять совсем, как певица глюкоза. Кто-то скажет, мол, что это за страусиная позиция. Тем не менее, отчасти благодаря этой позиции Наталья Ионова и ее супруг Александр Чистяков уже почти 20 лет вместе. Меня муж может, допустим, сказать, слушай, я сегодня иду с друзьями без тебя. Может, прийти в 5-6 утра домой. Никогда в жизни не посмотрю телефон. Если сам захочет рассказать, где был, расскажет. Конечно, признаюсь честно, где-то там внутри мне я что-то себе гоняю, но никогда не позволяю себе не доверять. Это вопрос доверия. Я считаю, что если не доверять, то всегда подтолкнешь человека к чему-то неприятному. Если доверять, то он сам будет себе говорить о том, что мне же доверяют, я должен этому доверию соответствовать. Если вам такой вариант не подходит, есть другие. Можно порыться в мусорном ведре. Психологи считают, в пылу любовной горячки изменщики могут запросто выкинуть вещдоки. Например, билеты в кино или театр. Или счета за ресторан. Мужчины – это большие дети, как правило. Особенно если мужчина изменяет, это, как правило, говорит о его психологической незрелости. И это большой такой ребенок. Поэтому, когда мужчина что-то делает в каком-то порыве, он не думает о последствиях в этот момент. Он не думает, что что-то потом как-то вылезет, выяснится. Я сделала так, как мне хочется, а дальше уже как-то неважно, что будет потом. Способ третий – неочевидный. Открываем холодильник, как певица Шакира. Ищем стеклянные банки и оставляем на них пометки. В соцсетях сейчас настоящий флешмоб из... Просто проверочка. Колумбийская красотка проводила ревизию в холодильнике и обнаружила, кто-то подъел клубничное варенье. Шаки знала, ее муж-футболист Жарар Пике это лакомство не ест. Дети тоже. Оказалось, супруг изменял Шакири с официанткой Кларой Чиа. И даже приглашал любовницу домой. Она-то и подъела варенье. Грянул скандал. Ты себе не представляешь, какие проклятия я получаю в социальных сетях от ее поклонников. Ну и четвертый вариант. Как вывести самого хитрого и осторожного изменника на чистую воду? Нанять частного детектива. Я сняла розовые очки. Когда Ксения Бородина была замужем за Курбаном Амаровым, знакомые предупреждали ее. Супруг ей не верен. Амаров посмеивался над этими пересудами. Люди сейчас такие злые пошли. Слухи на ровном месте распускают. То, что у них в голове, то им и мерещится. Ну? Изменщик, кобель, мы так и знали! Ну смотри, реально, повода даже не дал. Померещилось или нет? Психолог Марина Уланова считает, понять это не так уж и сложно. Как только у мужчины появляется пасе, он начинает по-другому себя вести. Вдруг мужчина начинает ухаживать за собой. То не ухаживал, не ухаживал. Вдруг он начинает со встречи ходить. Рубашку ему там свежую подали. Вдруг у него появляются волшебные дела, при которых нельзя ответить на телефон. Ксения Бородина, чтобы раз и навсегда расставить точки над «и» в своих отношениях с Амаровым, обратилась к специалистам. Я увидела это своими глазами. А что значит «своими глазами»? Ну, я наняла детективов, которые все это мне сняли. Сняли камеры и так далее. Просто мне дали номер квартиры, мне дали имя, фамилию. Их было какое-то неимоверное количество. Это потом как все повсплывало. По сути, свои же мужчины полигамны. Давайте вот посмотрим на природу, например, на быка-осеменителя или на пчелку, которая там по всем цветкам. Мы по природе полигамны. Нанять детектива удовольствие не из дешевых. В среднем это там от 500 тысяч и выше за пару дней работы. Поцелуи можно снять. Общение какое-то теплое. Всего 7-10 дней работы, и сыщик даст вам ответ на животрепещущий вопрос, изменяет или нет. И если да, то с кем? Вот так в одночасье рушатся иллюзии. Были они и у Шакиры. У меня есть семья, и это потрясающе. Это самое важное. Шаки и Жерар познакомились перед чемпионатом мира по футболу на съемках клипа «Вака-Вака», в котором спортсмен тоже снимался. Я не увлекалась футболом, вообще не знала, кто это, а потом смотрю, хорошенький. Вспыхнула страсть. Казалось, они созданы друг для друга. Родились в один день, 2 февраля. Певица подарила возлюбленному двух сыновей, но замуж за него не стремилась. Я не хочу, чтобы он воспринимал меня как жену. Хочу, чтобы я была для него девушкой. Возлюбленной. Словно запретный плод, который всегда сладок. Чтобы страсть не затухала. Но даже это не спасло от измены. Подобная история случилась и с Юлией Барановской. Наша русская Шакира тоже родила от футболиста Андрея Аршавина двух детей, не вступив в законный брак. И была беременна третьим, когда муж сказал ей «Прости, прощай». В результате вся страна наблюдала за ее горем в эфире федерального телеканала. Тебе ребенок в животе? Тебе муж сказал, что уходит? Мама болеет. Но я не понимала, что происходит. У нее тоже у самой была путаница. Она жила в грехе. Она не была замужем за Аршавину. Поэтому такой защиты не было. Она считала, что если у нее двое детей, она беременна третьим, то она считается знакомым. И делить было нечего. Было очень много имущества, которое было его. Так он забрал. Но статус отношений не отменяет главного. Гуляют. И в гражданском браке, и в официальном. И в первые годы совместной жизни, и через 10 лет. Особенно те, кто гоняют по полю мяч. Певица Татьяна Буланова рассказывает, ее брак с футболистом Вячеславом Радимовым продлился 11 лет и разбился об измены. Я решила, что я не хочу, наверное, просто, ну, и не могу, наверное, с человеком поддерживать дальше какое-то отношение. Тогда вот такая вся история происходит. Потому что я считаю, что если люди не любят и не уважают друг друга, ну, не может ничего быть. А недавно СМИ запестрели очередными громкими заголовками. Якобы даже такая нерушимая пара, как Мария и Павел Погребняк, на грани развода. Разрыв после скандалов из-за измен с моделями. Мария Погребняк выгнала мужа футболиста из особняка. Мария Погребняк рассказала о постоянных изменах мужа. И если мы что-то хотим сказать, и как-то изменится мой статус, я обязательно об этом сообщу. Сейчас на данном этапе написали, что у нас скандал. У нас нет скандала. Мы живем на одной территории. Дальше, что будет, я потом поделюсь с вами. Маша уверяет, журналисты написали неправду. Тем не менее, то, как она об этом говорит, вызывает еще больше вопросов. Если разводы и впрямь быть, то непонятно, что мужчинам вообще нужно. Мария и Павел вместе еще со школьной скамьи. Я в 11 классе был, Маха была. Маша. В седьмом, наверное. Не, ну, Машка-то нас выделяла. Вот в школе высокая, на кабулках еще тогда ходила модель. Кто до дома проводил, кто чаем угостил. Ну, так вот. Влюбились, обвенчались, поженились. Погребняк родила Павлу троих сыновей. При этом привела себя в идеальную форму. Все ради любимого мужа. Ну, почему иногда мужчина охлаждает, охладеет к девушке, да, к женщине, к жене? Мы сами виноваты женщины. Мы начинаем после замужества на себя забивать. И все его друзья приходят к нам домой, говорят, у тебя Машка просто с каждым годом все цветет, цветет. Непонятно, что же с ней. Я говорю, а я все сильнее и сильнее влюбляюсь в своего мужа. Кто-то ревнует, кто-то нервничает. Но я думаю, что ревность, вот это вот переживание, что муж уйдет, это только из-за того, что ты сама как женщина не состоялась. Маша была уверена, если быть идеальной женой, супруг и не посмотрит налево. Вставала в 6 утра, делала укладку и макияж. Ну, а для верности во всех смыслах этого слова сопровождала Павла во всех его поездках. Машке можно вообще, конечно, сказать и респект, потому что она за мной ездила и в Томск, где я играл, и в Ярославль. Конечно, не каждая жена футболиста будет ездить за мужем. Много есть ненормальных футбольных фанаток, которые не посмотрят, что и есть семья, и дети будут пытаться влезть в семью. Я уверена, что мой муж, конечно, на них не обратит внимания и никогда не позволит развалить нашу семью. Но, если что, придется мне уже тогда в рукопашную пойти. Я человек сильный. Врежет так, мало не покажется. Ну ладно футбольные фанатки. Им, как правило, понятно, что нужно. И что их больше всего интересует? Конечно же, деньги. А футболисты – это огромные баснословные гонорары. Но неужели сами мужчины не боятся из-за сиюминутной слабости потерять семью? Может быть, они просто не способны хранить верность? Или это их жены виноваты в том, что мужья решаются на так называемый левак? Развеем главные мифы про измены. Не переключайтесь. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов считались одной из самых ярких и красивых пар в российском шоу-бизнесе. Телеведущая и футболист поженились в 2012 году. Причем свадьбу сыграли два раза. Сначала их союз узаконили в Грибоедовском ЗАГСе. Потом была романтическая церемония на Мальдивах. Бузова была влюблена по уши. Но их развод был таким же громким и эпичным, как сама свадьба. Довольно скоро вакантное место в сердце футболиста заняла модель Анастасия Костенко. Для меня идеал – это моя супруга. Поэтому она должна быть добрая, нежная, красивая, заботливая, семейная, хозяйственная. На свадьбу Дмитрия и Анастасии, жены футболистов, которые успели подружиться с Бузовой, не приехали. Видимо, в знак протеста. Даже Мария Погребняк, Хатя Тарасов – это ее одноклассник, с которым она дружилась с детства. Нет, я не пошла. Ты что? Зачем мне это нужно? Пашка тоже не пошел, он тоже поддержал Олю. Так нельзя было поступать мужчине. Я же вот и Олю знаю, они с Машей общались. То есть она тогда тоже все на него молилась там. Ведь действительно, Бузова вроде бы делала все, чтобы стать идеальной женой футболиста. Всегда встаю раньше его, потому что любимого я провожаю до двери, целую и кормлю перед тренировкой. Это обязательно. Телеведущая и помыслить не могла о певческой карьере. Ведь за футболистами, как мы помним, глаз да глаз. Это весонная ночь, это разбитые сердца, это слезы. Потому что ты понимаешь, что тебе нужно ехать в Ульяновск, в Челябинск, в Томск. Потом в гастроли по Благовещенному, Владивосток. Ты не увидишь своего парня месяц, а он свободный, молодой, по клубам ходит без тебя. И что ты будешь выходить на сцену, вместо того, чтобы развлекать зрителей, будешь под свои песни плакать. Но, похоже, уследить за Дмитрием все равно не удалось. Анастасия Костенко публикует на своей страничке в социальных сетях фотографии, судя по которым, она познакомилась со спортсменом, когда он полетел за рубеж отдыхать без Оли в компании друзей. И да, на тот момент он еще не был разведен с Бузовой. Костенко сама это подтверждает. А вы знали ведь, что он женат? Или нет? Знала, конечно. Потом мы разговаривались, и я увидела, насколько подавлен был Дима. Он поделился со мной личным, и что принял серьезное решение. Неужели Тарасов уже тогда начал отношения с Настей? А значит, изменил Оле. История умалчивает. Позже футболист объяснил, он просто хотел детей, а Бузова, по его мнению, нет. Карьера для себя, я думаю, баланс 100% должен быть. Потому что не секрет, что в предыдущем отношении была карьера. Понимаете, тут такая вещь, что когда девочка хочет сбеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы она говорит об этом со своим мужем дома. Блин, ну как бы хотелось мне детей. Такого не было, таких разговоров. Я не чувствовал это. Я слышал только работу. Я слышал какие-то проекты, какие-то планы. Немножко странно, что мужик хочет детей, а девочка не хочет детей. Для меня это немножко так диковато было. Глубинная причина измены – это то, что люди не умеют быть в диалоге. Они не умеют между собой договориться, как их отношения развиваются. Боятся потерять свою синицу в руке, но хочется и журавля в небе. Поэтому они бегут, где-то там что-то дополучают на стороне. Тогда половина страны сопереживала Бузовой, а другая половина внезапно вспомнила. Своё счастье с футболистом она пыталась построить на чужом несчастье. Якобы Бузова познакомилась с Тарасовым в тот момент, когда он ещё был в отношениях с первой супругой Оксаной Пономаренко. Это абсолютно неправда. Когда я познакомилась с моим мужем, он не жил с женой и был свободным мужчиной. Ну, это лицемерие, конечно. Он-то и с ней изменил, собственно, своей предыдущей жене. Сама была ровно в такой же ситуации. То есть она спала с Тарасовым, когда тот был ещё женат. Как бы там ни было, по официальной версии, Тарабузики распались из-за отсутствия в их паре ребёнка. Что же получается? Если бы он был, Тарасов бы не ушёл к Остенко. Тоже не факт. Как показывает практика, наличие плода любви в семье не всегда способно сохранить эту самую любовь. Образ главного холостяка российской эстрады Тимоти построил ещё в начале своей карьеры и до сих пор его оберегает. В 2014 году модель Алена Шишкова рожает рэперу дочь Алису. В тусовке шепчутся. Кажется, Тимур Эльдарович наконец-то остепенился. У него был большой выбор девушек. И если он остановился на ней, значит, он точно проанализировал и понял, какая мама его ребёнку нужна. Не тут-то было. Похоже, в тот момент Тимоти уже вовсю ухаживал за другой. Шишкова рассказывает, когда она была в положении, Тимоти закрутил роман с моделью Анастасией Решетовой. Правда, что Настя не виновата в вашем расставании с Тимоти? Они уже летали вместе, когда я была беременна. А в целом, да, она не виновата. Я могу очки снять, чтобы смотрели мои бесстыжие глаза сегодня. Общественность тринулась обвинять Анастасию в том, что она увела рэпера из семьи. И это из-за неё Алиса растёт без отца. Ты же не можешь людей заставить перестать тебя ненавидеть или завидовать тебе. В мою сторону постоянно льётся очень много негатива. Я не могу сказать, что он заслужен. Решетову ждёт та же судьба, что и Шишкову. Модель рожает Тимуру Эльдаровичу сына, но рэпер неожиданно разрывает с ней отношения. Он же не выбирает себе жену, он выбирает себе ту женщину, которая ему, опять же, интересно будет какой-то короткий промежуток времени. И что же получается? Даже дети вовсе не гарантируют, что ваша вторая половинка будет вам верна и не пойдёт искать счастья на страну. Певица Рита Дакота в один ужасный день узнала. Её муж Влад Соколовский изменял ей до беременности и во время, и после неё. Всё. Артистка была в шоке. Родня тоже. Дно случилось в моей жизни. Ну чего? Ну это так. Я могу зарыться в одеялах, рыдать, побриться на лысо, или там, не знаю, исхудать до 40 килограммов. Могу двигаться дальше, как-то вырасти. Мы убиты просто. Он классный актёр. Браво. Я как тигрица хочу рвать и метать. Она здесь мудрее. Я сначала вообще не мог себя простить никак. То есть я занимался самобичеванием. После расставания экс-супругам удалось выстроить доверительные отношения. Они даже вместе отмечают праздники. Влад с новой избранницей и Рита со своим парнем. Как утверждают сами артисты, всё это ради общей дочки Мии. У нас, безусловно, нестандартная в этом смысле ситуация, но это тот случай, когда 4 человека достаточно осознанно и проработаны для того, чтобы идти на контакт. Измена, как правило, является довольно мощным поводом, таким триггером к расставанию. Поэтому дети влияют лишь на то, расстанетесь вы или нет. И как легко и непринужденно это произойдёт. Но измену сюда не притянешь. В семье Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова детей не было. Кто-то винил именно этот факт в их расставании. Мало-помалу поженились, мало-помалу разругались, мало-помалу... Как позже выяснилось, всё могут короли. И даже сходить налево. В эфире федерального канала Киркоров признался, он изменял женщине, которая поёт. Я всегда всю жизнь ходил налево. Поэтому одинок, поэтому я и прочь. Поэтому со мной развелись, потому что я всё время налево. Что же получается? От супружеской неверности нет спасения? Ни любовь, ни дети не смогут уберечь любимого человека от походов на сторону. Мужчины, они могут изменить, но это не значит, что они разлюбили свою жену. То есть это для них как вот там, ну, гульню типа. Если вы договорились уже по-взрослому строить семью, то измены – это что-то такое, как предательство расценивать нужно. Общество уже давно заклеймило мужчин этакими лавеласами, которые не способны обуздать свои инстинкты. По одной из версий, полигамность заложена в представителях сильного пола как базовая настройка. Ну а что, если это тоже всего лишь миф? Ты плохо знаешь статистику, потому что по статистике женщины любвеобильны. В природе моногамны только желудочные черепи вообще-то. И кто вам сказал, что женщины не изменяют? Полигамны абсолютно все, и изменяют тоже абсолютно все. Чуть-чуть, может быть, разные пропорции, но они там, погрешность, в общем-то, не такая большая. Да, мужчины вроде бы делают это чаще, но в общем и целом все хороши. Получается, что есть не только прелюбодеи, но и прелюбодейки, кто из звездных невест не ценил то, что у них было, а в итоге потерял все. Правда ли, что Ольга Бузова сама наставила рога Дмитрию Тарасову? И почему женщины изменяют? У меня начал разрываться телефон. Находились мы в Берлине. Я понял, что будет что-то происходить. Антон Богославский, пиар-менеджер Ольги Бузовой, рассказывает, разводу Бузовой и Тарасова предшествовала странная ситуация. Журналисты скинули ему эксклюзив, который собирались опубликовать. Ну, чтобы был в курсе. Пришла папка, интимное видео, интимные фото, переписки с этим, переписки с тем. Билось вот именно в каждую позицию, которая могла бы унизить. В руки представителей СМИ попала личная переписка Бузовой. Среди множества контактов интерес вызывает некто, подписанный именем телеведущего Дмитрия Нагиева. Из переписки следует. Если это не фейк, Ольга с ним, возможно, флиртует. Я тут до воскресенья, прилетай. Оля, я сегодня в Питер ночью. В спектакле и в Тверь на физрука. Шли мне фото, видео, все шли. Пока так. Тарасов признался, это была его идея взломать телефон возлюбленной. В общем, там раньше было, это какие годы были, уже не помню, давно можно было СМС-ки почитать. Типа, кто же плачет сумму там, и тебе присылают, типа вот такую распечатку СМС. Выходит, Бузова тоже изменяла. Ответ на этот вопрос мы, наверное, не узнаем никогда. Я разная. Я и скромная, и откровенная. Я и сильная, и параллельно очень слабая. Если впрямь так, то Ольга в клубе неверных жен не одинока. Это звание с ней готова разделить Лера Кудрявцева. Телеведущая рассказывает, их роман с Сергеем Лазаревым тоже закончился фиаско, и она до сих пор чувствует себя виноватой. Ну да, я не говорила. Блин, а я боялась ему сказать на самом деле. Возможно, с моей стороны это было реально некрасиво. 2002 год. Дуэт СМЭШ покоряет музыкальный Олимп на международном конкурсе «Новая волна». Мало кто знает, что тогда к Лазареву вместе со Славой пришла и большая любовь. Роман с телеведущей Лерой Кудрявцевой закрутился именно там, в Юрмале. И мы еще не были знакомы, они стояли за кулисами, и у меня было какое-то платье с декольте, у меня еще тогда была грудь большая, и они стояли у Кудрявцева там. Типа, ну короче, что-то там рассматривали и меня обсуждали. Сережа, Лазарев, сегодня без трусов. Я проверяла. Вместе они прошли огонь и воду. Лера привезла пьяного Лазарева домой, уложила спать. Под белой рученьки. Да, реально, я ничего не помню. Я его везла, поскольку я не пью на машине домой, и он мне говорил, Кудрявцева, прости, что я испортила тебе жизнь. Свой сольный путь после ухода из группы Сергей начал с песен на английском. Именно телеведущая подсказала, певец совершает ошибку, петь надо на родном языке. Я ему всю плеш проела, но люди не понимают, о чем ты поешь. Людям надо знать, пой на русском языке. На что мы ругались сильно. Он у меня орал вообще бешено. Не лезь в мое творчество, не лезь. И через какое-то время Сережа понял, что нужны песни на русском языке. Даже если ты уйдешь в пустоту миру, мысли о тебе одной запомнят. Песня оказалась пророческой. Кудрявцева ушла от него. В 12-м году не стала одной из самых красивых пар в российском шоу-бизе. Ты закрыла в сердце дверь, оставив нам любовь. Ну а почему так получилось? Лера рассказывает, в каком-то смысле она изменила певцу. Ушла от него к хоккеисту Игорю Макарову. А если совсем честно, я влюбилась. Давайте ладно, так он мне до сих пор это не может простить. Короче, я влюбилась и вышла замуж. Все, точка. Я по-тихому. Он узнал, когда я уже замуж вышла. Сереж, прости, что я это рассказываю. Он мне позвонил, я помню, как он на меня орал. Сегодня все обиды в прошлом. Бывшие возлюбленные по-прежнему ведут концерты. Вместе отдыхают и даже познакомили своих детей. Лезет опять ко мне в камеру. Чего ты лезешь все. Господи, кому ты нужен? Кому ты нужен вообще? А вот певица Лолита со своими бывшими общаться не спешит. В декабре прошлого года артистка призналась нашему каналу. Она снова не одинока. У меня не только сердце, у меня весь ливер занят. А Костя знал об этом один из первых. И он сказал, что если не дай бог что, он сразу за меня даст глаз. Нормально познакомилась по телефону? Он вам позвонил? Да, может добивался. Я тебя целую и все. Нет, все, больше ничего не расскажу. Просто по телефону. Любовная эйфория длилась недолго. Этой весной в сети появилась информация о том, что Лолита опять свободна. Лолита рассталась с молодым возлюбленным. У меня долго никто не держится. Видимо, отправила очередного поклонника на небо за звездочкой. Еще один улучшительный день пройдет. И жить хочется. Очень хочется. Несчастная встретила старость без мужа и без детей. Да вот вам всем без... Слушайте, если я рассталась с бойфрендом, я же вас просто даже не посвящала в количество, которое у меня было за это время. Ну хорошо, одним меньше, одним больше. Будет следующий. Неужели Лолита лечит сердце проверенным методом, прыгая из отношений в отношения? А это месть за оскорбление и унижение. И при том часто это месть женщины коварные, да, существа. Мне рога наставили на миллион раз. Миллион. И что, да все в интернете есть. И что, а как с этим бороться? Ну, я тоже не святая. Если верить информации в интернете, куда направляет журналистов Лолита, певица гуляла, еще будучи в браке с Александром Цикало. Артисты прожили вместе почти 12 лет. Чувства стали гаснуть. Милявская решилась на измену мужу. У певицы появился другой возлюбленный. Когда он за мной ухаживал, он подъезжал. Я была замужем. Он остановился где-нибудь на машине, мы долго целовались. Потом я уходила. Я делала вид, что я уходила гулять с собакой. Женщина более эмоциональна. И женщина идет на измену в поисках закрытия потребностей в восхищении и внимании. Эмоциональная составляющая, она первична. Впрочем, если на мужские измены публика обычно смотрела сквозь пальцы, девушкам-изменницам было не сдобровать. Всю тяжесть общественного порицания почувствовала на себе Бритни Спирс. Певица якобы изменила своему первому парню Джастину Тимберлейку. Так, по крайней мере, утверждал он сам. Разрыв с поп-иконой певец обернул в пользу для своей сольной карьеры. Артист выпустил дебютный сингл «Crimea River», в котором снял девушку, как две капли воды, похожую на Спирс. В ролике Джастин непрозрачно намекал, именно Бритни виновата в их расставании. Я точно знаю, что такое разбитое сердце. Я плакала вместе с ним. Я просто хочу, чтобы он был счастлив. Да, ему разбили сердце. Хочу, чтобы моя девушка была похожа на мою маму. Волна осуждения накрыла Бритни с головой. Ты причинила ему столько боли, столько страданий. А вот Тимберлейка все, наоборот, поддержали. И даже после того, как он в открытую обсуждал на радио интимные подробности жизни с певицей. Ты сделал это с Бритни Спирс? Да или нет? Давай, мужик. Хорошо. Я это сделал. Ну, конечно, он же парень, ему можно. Так тогда рассуждали. Впрочем, некоторые установки прошлого века родом из 80-х и 90-х до сих пор не выходят у людей с головы. Например, что хороший левак укрепляет брак. Да и вообще отношениям надо давать второй шанс, даже если в них закралась измена. Как простить того, кто тебя предал? И реально ли склеить разбитую чашку? Они вместе уже более 20 лет. Для всей страны Агутин и Варум пример долгого и счастливого брака. Но мало кто понимает, какие испытания им пришлось пережить. Про измены, как она это вынесла, я не знаю. То, что она вынесла, не вынесла ни одна женщина в нашем шоу-бизнесе. Но это единственная пара, какой вы еще можете назвать. О любвеобильности певца уже давно ходят легенды. Наши папарацци, фотографы, снимали, как он целуется с девушками. Спустя несколько лет он признавался и рассказывал о том, что у него действительно возникали проблемы, возникли серьезные проблемы с Анжеликой. В 2011 году Агутин и Варум прибывают в Юрмалу на конкурс «Новая волна». Презентуют новый дуэт и выглядят влюбленными и счастливыми. Ведущие конкурса забрасывают артистов комплиментами. Как не плакать о тебе, неблагодарных слез. Самая романтичная пара в нашей стране – Анжелика Варум и Леонид Агутин. А у Анжелики удивительное платье. Аплодисментов достойно. Зал Юрмал, пожалуйста. Я бы так сказал, у Леонида удивительная жена. Вот так вот. А дальше происходит нечто совсем удивительное и печальное. Анжелика Варум уезжает с площадки чуть раньше и едет в отель собирать вещи. Леонид остается один. Затем будет банкет с коллегами. Агутина вновь снимают журналисты. Он целуется с незнакомкой. Ну, рок-н-ролл, мужики. Наутро газеты выходят с заголовками, после которых, казалось бы, развод неизбежен. Леонид Агутин публично изменил Анжелике Варум. Но, к удивлению публики, пара продолжает гастролировать. А буквально через несколько месяцев Агутин и Варум выходят на сцену, как ни в чем не бывало, на песне «Года-2011». Анжелика показывает зрителям знак «Пис», якобы у них в семье снова мир и согласие. Журналисты в шоке. Неужели даже после такого она нашла в себе силы простить мужа? Спасибо. Все в порядке? Вы счастливы, скажите? На песню «Года» надо счастливы, да. Отец Леонида Агутина рассказывает детали примирения. В их семье считают, что все произошедшее было спровоцировано то ли самой девушкой, то ли журналистами. Была же провокация у него в Риге, когда девочка подошла, и его... Сразу, прям сходу. Пока он... А там уже... Ну, вот это же хамство. Ведь это же какая радость была бы. Ни фига себе, да. Агутин с великой ворум разошелся. Не дождетесь. Через день, что ли, они где-то на общей работе встретились. Ну, ладно, заговорит. Ну и все. Вот и весь инцидент был исчерпан таким образом. Какой ценой далось ворум такое решение, пытается объяснить психолог Луция Сулейманова. Если взять на чашу весов вот процесс этих отношений и одноразовый поцелуй в полупьяном состоянии, ну, она для себя решила, что это ее не очень волнует. То есть она повела себя как королева. Ну, легкий поцелуй, но мысли, возможно, о ней в этот момент. Перед ним носился туман Анжели Кварум. Ведь, ну, фантазировать себе можно все, что угодно, если есть желание простить. У Анжелики это желание, видимо, действительно было. Похоже, в отношениях с Леонидом они пересмотрели многие свои взгляды. В 25 вы думаете так, а жизни в 45 немножко по-другому. В 25 у вас так. Вот никогда! Вот если вот это, то ни за что! Вот. А потом, оказывается, столько компромиссов в жизни таких, что ни от чего зарекаться не имеет смысла. Я сама человек свободы любила и очень уважаю свободу в партнере. В партнере вообще, в людях, с кем я работаю и так далее, и тому подобное. Здесь надо просто уметь ходить на компромисс. Впрочем, по мнению экспертов, возможно, им просто невыгодно расходиться. Их концерты совместно, они же строятся вот в основном на дуэтных композициях. Те, которые уже полюбились давно. Часть на себя сольно берет Анжелика, часть выступает, допустим, Агутин, и плюс дуэтом. Это полноценный, красивый концерт около двух часов. Шик. Всегда ищи выгоду. Хотите правду, смотрите в деньги. Поэтому всегда за любой «ааа, люблю тебя, мой сладкий сахарок» на счет на банковской посмотрите и все поймете. Изменников презирают, любовниц и любовников проклинают. Ведь они разрушают то, что другие строили годами. Впрочем, те, кто сидят на измене, как правило, идут на это не от хорошей жизни. Психологические проблемы, травмы, невысказанные желания – все это приводит к тому, что изменники запутываются и завираются. И даже самим себе не могут дать ответ на вопрос, чего же они на самом деле хотят. Ведь изменяя другим, они прежде всего изменяют самим себе. Музыка.